Сеть магазинов спортивного питания fitnessbar.ru представляет Сначала этот парень играючи побил рекорд самого Михаила Кокляева Затем, всего через пару месяцев на заморском турнире Boss of Bosses установил all-time рекорд, собрав феноменальные 995 килограммов И это при том, что ехать в далекую Америку на этот турнир он совсем не планировал Буквально в последний момент я решился выступать на этом старте, хотя изначально отказался Итак, сегодня в объективе железного рейтинга мы познакомим вас с невероятным Юрием Белкиным Но с тем самым Белкиным, с которым обещал по-мужски поговорить суровый Александр Клюшев Я думаю, в ближайшее время мы сейчас с ним после всех соревнований проведем беседу профилактическую И как-то надо это решать немножко, и других вариантов нет Мы примем меры все возможные и так это не оставим Ну что же, давайте поможем Александру разобраться с этим выскочкой Для чего попытаемся понять, насколько простым стилем является сумо И сможет ли что-нибудь поднять Юрий Белкин, если оденет комбез и лямки Конечно, поднимать в экипировках и поднимать еще и в лямках, не зацикливаясь на хвате, то есть не компенсируясь Это в плане энергозатрат намного легче Ну и главное, мы наконец-то разберемся, побил ли Белкин рекорд Кокляева в тяге или нет А поможет нам в этом непростом деле бренд спортивного питания Magnum С 29 августа по 4 сентября в магазинах сети fitnessbar.ru пройдет неделя этого бренда Где вы сможете приобрести продукцию Magnum со скидкой 16% Спортивное питание Magnum поможет вам добиться желаемого результата в кратчайшие сроки С Юрием Белкиным нас познакомил наш хороший друг и товарищ Павел Берлин Это было в далеком 15-м году, когда Юрий проводил в Питере свой семинар Правда, в тот раз он больше говорил не о себе, а о других Ну, например, о Захире Худоярове Меня очень удивил Худояров со своим приседом 372 Я думал, будет опять эта авантюра с полуприседом Эти куча криков Он реально как бы удивил, причем удивил приятно Но Павел Берлин уверил нас, что в мире пауэрлифтинга скоро будут говорить только про Белкина Так оно в итоге и случилось Белкин, Белкин, Белкин Да уже все соцсети взорвались с Белкиным Только начавшийся 2016 год, уже можно назвать год Белкиным в пауэрлифтинге Хотя сказать, что до этого дня Юрий был малоизвестным атлетом, конечно, нельзя Он уже поднимал победные килограммы и выигрывал престижные титулы Просто дело это под эгидой IPF То есть круг ценителей его талантов был достаточно небольшим Но потом наш герой стал выступать в альтернативных федерациях И именно в этот момент его звезда зажглась по-настоящему ярко Не знаю почему, но альтернативу реально, то есть как будто больше отслеживают, нежели официальные старты Можно было даже не показывать больше результата, чем в IPF И уже как бы быть более узнаваемым Потому что большинство людей, большинство пауэрлифтинг выступает в альтернативе Хотя, наверное, правильнее сказать, что Белкин стал тем самым Белкиным Когда побил рекорд в тяге Михаила Кокляева И вот сделает это, друзья! Юрий Белкин! Юрий Белкин сделает это! Именно в этот момент о Юрии Белкине заговорили все Даже люди, далекие от пауэрлифтинга Правда, не все то, что о нем стали говорить, нравится самому Белкину Все учли, там, все нюансы С Миша Кокляева, со мной нюансы никто почему-то учитывать не стал Но в этом, Юрий, ты полностью виноват сам Зачем было ставить этот рекорд на мягком грифе? Да еще и в сумо! Вот те, кто говорят, что в сумо тянуть легче Они знают, что в сумо им тянуть не легче Но об этом противостоянии мы поговорим чуть позже А сейчас давайте заклянем в клуб Олимп В подмосковный городок Железнодорожный Где тренируется наш герой В этот раз мы встретились с Юрием накануне его отлета в Штаты На турнир Boss of Bosses Поэтому вся тренировка у нашего героя прошла в лайтовом режиме Завтра я уже улетаю, поэтому сегодняшняя тренировка очень легкая Сделал приседания и жим Тягу трогать не стал Сделал ее в заключительный раз в воскресенье Что по поводу планов на этот старт? Ну, в первую очередь, еду туда выступить себе в удовольствие Познакомиться с новыми людьми Скажем так, побывать в гостях у бринов Итог этой развлекательной поездки мы уже знаем Юрий присел 370, пожал 230 и потянул 395 килограммов И это при собственном весе чуть меньше сотни Но в тот момент, когда наш герой давал это интервью Он и не мечтал о таких результатах У меня был месяц полного отдыха абсолютно То есть не притрагивался к снарядам Уезжал в отпуск И получается с этого отдыха, то есть полтора месяца прошло И уже мне нужно стартовать на следующем турнире Вот, поэтому чего-то от меня ждать мега запредельного То есть не стоит Но сегодня мы хотим поговорить не об этом рекорде А о тех самых 418 килограммах С помощью которых Юрий Белкин отобрал российский рекорд в тяге у Михаила Кокляева Или все-таки не отобрал Ведь многие до сих пор считают, что это два абсолютно разных рекорда Результат есть результат То есть рекорд снят и тут как бы ну Я бы с этим не спорил А вот мы все-таки хотим поспорить Для чего подготовили нашему герою пару каверзных вопросов Первый из которых будет по поводу мягкого грифа На котором Белкин установил тот злосчастный рекорд Миша Кокляев тянул на мягком грифе Но почему-то он на мягком грифе ничего такого не потянул То есть он даже те же 417 с половиной не тянул Он тогда выступал в Австралии По тяге потянул 422 с половиной Уже буквально почти раскрывшись у него она вылетела из рук То есть из мозоля И мне, например, тянуть в комбезе иногда на жестком грифе легче, чем на мягком Тут тоже как бы из-за того, что вкладываться в срыв легче То есть проще Не нужно не обтягивать ничего То есть сразу со старта обложился и не запариваешься Но главные споры вызвал все-таки не гриф А техника выполнения тяги Ведь Михаил Кокляев тянул в классики А Юрий Белкин в сумо А это, как уверяют многие, намного легче Многие говорят, что в сумо тянуть легче На самом деле ничего подобного там нет То есть если реально было бы тянуть сумо легче Тогда бы все тянули бы в сумо Классика это калаш А сумо это снайперская винтовка То есть с калашом может работать каждый А со снайперской винтовкой только лишь снайпер То есть профессионал своего дела И тут реально, то есть отклонение влево, отклонение вправо, вперед, назад То есть все равно реально в полу То есть очень легко потерять контроль Юрий, а как же сокращенная амплитуда движения? Ведь сколько тянешь штангу ты? И сколько приходится для этого напрягаться тому же Михаилу Кокляеву? Ну и здесь нашему герою есть что ответить Амплитуда это не всегда решающий фактор То есть в сумо мы выигрываем амплитуду и теряем усилие Так как вектор приложения усилий не вертикальный, то есть не перпендикулярный, а диагональный Нужно развивать больше усилий, чтобы сорвать снаряд с помоста Поэтому кто бы что ни говорил, сумо тянуть относительно тяжелее То есть особенно если ты долго не тренировался в этой технике И не знаешь всех этих нюансов, и не владеешь достаточной гибкостью для этой техники Как говорит Константин, вы попробуйте потянуть на жестком грифе, а потом пиздеть Вы попробуйте потянуть в сумо, а потом пиздеть И вообще Юрий попытался уверить нас, что выбрал этот стиль тяги отнюдь не из-за его вымышленной легкости То есть я начал тянуть сумо, так как мне изначально показали стиль сумо Тянуть мне было реально некомфортно И начал тянуть в классике, и у меня сразу я потянул 30 кг больше То есть сразу же в этот же день То есть мне какое-то время, мне реально было тянуть в классике легче Перешел я на сумо, потому что вот именно с целью минимализации травматизма А не потому что мне было так легче То есть техника сумо, особенно для моей антропометрии У меня антропометрия это длинные ноги, короткий корпус То есть она мне подходит максимально Речь в принципе не идет о результативности, а в первую очередь о спортивном долголетии То есть лучше выступать лет 20-30, чем выступить несколько лет, поломаться и уйти из спорта Помимо отточенной техники выполнения тяги Многие эксперты обратили внимание на железный хват, которым обладает наш герой Тут же надо и должен, этот вес надо было затянуть и подержать То, что у Белкина руки держат, я уверен, что у него руки будут держать и больше Юрий, расскажи, в чем секрет такого сильного хвата? В чем секрет моего хвата? В принципе, секрета никакого нет На самом деле, я его отдельно не тренирую, на нем не зацикливаюсь Он у меня как бы реально генетический То есть у меня отец обладал сильным хватом Дед обладал еще более сильным хватом Кто-то даже говорил, что там чуть ли не гайки пальцами гнули Вот, тяну я все время в лямках и все время в однохвате Потому что, как я всегда говорю, для минимализации травматизации Мы с вами помним, как коллеги Белкина по лифтерскому цеху Андрей Маланичев и Кирилл Сарычев Приняли участие в чемпионате мира по армлифтингу И выступили более чем успешно Кирилл даже установил новый рекорд в Аполлон Акселе Интересно, а наш герой не пробовал свои силы в этом новом виде спорта? Пробовал, да, так, просто поугарать На Роллен Тандере На Акселе я так до конца не дошел Просто как-то у нас парни угорали Там 150 килограмм тянули, я спокойно потянул То есть даже не спрашивал, сколько там Не знаю, я считаю это каким-то сонанизмом, что ли Вот этот армлифтинг То есть, ну, просто какой-то, не знаю, развлекуха Как бы и не более В принципе, ну, для меня это как бы неинтересно Я не вижу смысла где-то выступать, не выступать Но насчет сложности и важности армлифтинга Ценители силы хвата с Юрием могут поспорить Так что мы лучше вернемся к главной теме нашей программы Действительно ли Юрий Белкин снял рекорд Михаила Кокляева Итак, следующая претензия от экспертов состоит в том Что Михаил Кокляев поставил свой рекорд, выступая по троеборью А Юрий Белкин делал только тягу Но и на этот вопрос у нашего героя есть убедительный ответ То есть, учитывая тот момент, что я выступал после Суперкубка Титанов через 6 дней Другими словами, Белкин только что выступил на Титанах Где, кстати, взял бронзу и поставил свой личный экипировочный рекорд Собрав сумму в 1130 килограммов А через неделю уже вышел на помост у Кирилла Сарычева То есть, без экипировки я вообще не работал последние 3 месяца вообще Что я потяну, ну, именно в Сэкстоне, перед тем, как я туда ехал Для меня это был реально большой вопрос Я реально не знал, сколько Я вот решил заказать 375 И то еще угорал, то есть, что еще бы не забаранится Потому что я реально без экипировки не тянул И не знал, сколько начинать Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Да то, что Юрий Белкин реально сильный парень И смело может гордиться своей рекордной тягой А снял ли он рекорд Кокляева Или установил свой, собственный Это не так и важно Пусть кто-нибудь попробует поднять больше Тогда и поговорим Результат есть результат То есть, рекорд снят И тут как бы, ну... Я бы с этим не спорил Кстати, тем парнем, кто сможет поднять больше Белкина Вполне может стать сам Белкин Ведь совсем скоро его ждут новые старты На турниру Сарычева вы на него выйдете Уступать там буду обязательно Уступать буду только лишь в тяге Потому что у меня в тяге, как говорится, есть цели Которые нужно реализовать И в декабре от Лужневского На чемпионате мира GPA И уже в трейборе опять же Скорее всего, это будет в категории до 110 Но это все без экипировочной версии А когда мы говорим про Белкина То хочется помечтать о очень больших весах О таких, которые поднимает Этихол, например Кто бы что не говорил, что там экипировка многослойная Брифсы, неопреновые пояса, лямки и тому подобное Само понятие, вот эти 500 килограмм поднять Это реально дофига делов на самом деле Вот, конечно, поднимать в экипировках И поднимать еще и в лямках Не зацикливаясь на хвате То есть не компенсируясь на хвате То есть это в плане энергозатрат намного легче И в плане расхода, то есть нейромышечной связи То есть ты можешь максимально вложиться в те мышечные группы, которые работают Вот, и подтянуть реально максимальный результат Но, блин, 500 килограмм, а не есть 500 килограмм Да, полтонны – это реально круто А вот интересно, что произойдет, если комбесы и лямки одеть на Юрия Белкина? Ведь это должна получиться по-настоящему гремучая смесь А что касается одеть комбес, лямки и что-то показать Это мысленно всегда в голове То есть она меня не покидает Когда-то я все равно, наверное, это сделаю И желательно, чтобы был какой-то официальный турнир Догодиться с организаторами То есть как в качестве шоу Это, как бы сказать, замутить Вот, однозначно это будет больше И будет больше намного Так как с экипировки у меня съем неплохой А используя лямки и вообще тянуть в однохвате По себе знаю, в однохвате тянуть легче И вот на этой интригующей ноте Мы и завершаем наш сегодняшний выпуск Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки Это важно! Также мы ждем вас в группе железного рейтинга ВКонтакте Там порой кипят очень жаркие споры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!